привет всем ковбоем с вами как всегда стич перед началом этого видео хотел бы сказать всем огромное спасибо кто посмотрел два предыдущих ролика и поставил лайк ролики набрали большое количество просмотров мне очень приятно поэтому сегодня будет еще один ролик связанный с пока вести reded redemption 2 а именно прошелся слух в интернете что пока версия не будет иметь защиту днува как собственно и бывает со всеми популярными играми чем ближе игра подходит дате носа тем меньше у нее остается секретов так уже совсем скоро состоится анонс игры reded redemption 2 который на приставках собрала огромное количество фанатов и доброжелателей из-за удивительного геймплея недавно были рассекречены системные требования для игры а еще ранее разработчики рассказали о том какие отличия будет иметь пока версия от консольной в прошлом ролике мы с вами собственно и посмотрели эти системные требования также мы с вами разобрали что будет включать все пока версия если кто-то не видел прошлый ролик обязательно его посмотрите ссылку я специально оставлю в описании под этим видео совсем пару дней назад пользователями была найдена еще одна интересная деталь в версии для компьютеров не будет защиты днува наверняка эта информация окажется правдивой так как со дня запуска до сегодняшнего момента в rockstar не давали ни одного официального заявления по этому поводу такие выводы сделали самые внимательные читатели форма reddit при просмотре страницы системными требованиями игры про днува ничего не было сказано видно разработчики решили обойтись стандартным клиентом арксан который уже побывал бою защищая gta 5 если честно друзья я еще не сделал предзаказ и вообще думаю делать ли его или нет на самом деле цена очень большая и мне как-то тратить уж очень охота свои кровно заработанные денежки не потому что мне их жалко потому что друзья цена для пока версии она реально завышена на мой взгляд и стоят очень дорого и многие писали в прошлых видео комментарии что я буду скачивать с торрента это скорее всего сделает больше 70 процентов все пользователи пк но только небольшая часть там 25-30 процентов купить ее цена реально огромная на мой взгляд и я еще пока что не решился заплатить за нее деньги в продолжение темы проданного из этого следует собственно те у нас новости хорошая и плохая хорошая состоит в том что для любителя поиграть свое удовольствие насладиться читами будет полная свобода действий но плохая состоит в том что уже много лет известна любовь разработчиков шуткам и насмешкам над хакерами например в gta 4 было много уловок которые получали хакеры за свои нечестные действия кроме того до сих пор неизвестно будет ли игра требовать постоянное соединение с интернетом именно от этого и зависит скорость ее взлома хакерами на этом друзья все обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал с вами был как всегда стичь обязательно самое главное оставляйте комментарии также как под прошлыми роликами что вы считаете насчет версии пока версии red dead redemption 2 и вообще ваше мнение о защите дну а с вами был как всегда стичь пока пока